Министры здравоохранения ФРГ обратились к Минздраву с просьбой разрешить врачам и дальше выписывать больничные по телефону. В условиях стремительного распространения омикрона представители регионов считают это правило просто необходимым. Больничные по телефону помогут уменьшить нагрузку на частных врачей. Главы департаментов здравоохранения Земель предлагают также проводить по возможности консультации пациентов онлайн. Ученые из Германии и Австрии создали нейронную сеть, которая позволит быстро и точно определить грозит ли смерть пациенту, заболевшего коронавирусом. Суть разработки состоит в том, чтобы соединить анализы крови с возможностями искусственного интеллекта. Исследователи считают, что их открытие поможет эффективно использовать существующие ресурсы в больницах при лечении COVID-19. К другим темам. Власти Германии планируют очередную выплату на детей из малообеспеченных семей по 25 евро на ребенка. Однако Федеральное министерство труда считает, что сумму следует уменьшить на 10 евро. Эксперты рассказали, какие товары в Германии подорожают больше всего в ближайшее время. Во-первых, увеличение затрат на транспорт, сырье и производство сделает хлеб и булочки значительно дороже. Плохой урожай твердых сортов пшеницы в прошлом году станет одной из причин роста цен на макароны. Известно, что уже сейчас несколько производителей макаронных изделий объявили о повышении цен на 30%. В списке продуктов, которые значительно подорожают в этом году также кофе, яйца и пиво. В немецком городе Цитау произошла дерзкая кража. Украли целую улицу. Злоумышленники пригнали экскаватор, разрыли дорожное покрытие, погрузили брусчатку с камнями в грузовик и увезли, оставив после себя пустырь с песком. Ущерб городу оценивается в 30 тысяч евро. Пропажу улицы заметили сотрудники вокзала и позвонили в полицию, пока найти преступников не удалось. Есть версия, что брусчатку могли переправить в соседние страны.